Утро на Елисея Ненавижу понедельники. Пожалуй, согласимся со знаменитым любителем лазаньи. Начало рабочей недели у многих вызывает стресс. На это влияет и опоздание. По статистике, каждый второй работник в понедельник не приходит вовремя. А также считается, что это дождливый день. Но есть и хорошая сторона. По предположению Махак Маганди, первый день недели считался днем тишины и спокойствия. И чаще всего именно с понедельника начинают для себя новое хобби. Или бросают вредные привычки. Цементный завод. Погрузка угля. Уборка конюшен. Видимо, чувствуя вину за опоздание в понедельник, во вторник все выкладываются с двойной силой. Потому что этот день считается самым производительным в среде недели. Но отчасти и самым несчастливым для автолюбителей. Больше всего ДТП фиксируется во вторник. А вот для США этот день очень значен. Там выбор президента проводят первый ноябрьский вторник. Может, у тебя тоже температура? Хотя вряд ли тебя чем-нибудь проймешь. По мнению британских исследователей, среда считается самым здоровым днем недели. В это время многие воздерживаются от вредной еды и других вредных привычек. Это сказывается на любвеобильности. Среда считается днем измен. Говорят, четверг самый безопасный день недели, так как все устали за 4 рабочих дня или заняты дома. Именно в этот день чаще всего устраивают уборку. А в Узбекистане, как правило, готовят плов. Для большинства пятница – это конец рабочей недели. И неудивительно, что этот день так любят. Кроме пятницы 13-я. Она считается несчастливой в большинстве стран мира. На Руси пятница была базарным днем. И когда товар брали взаймы, обещали вернуть в следующую пятницу. Про тех, кто не выполнял свое обещание, говорили. У него 7 пятниц на неделе. А еще именно в этот день Колумб начал свое первое путешествие. Ну вот, поеме, теперь можно и поспать. Суббота – день заслуженного отдыха. Большим грехом для евреев считается работать в этот день. Единственное, кому необходимо потрудиться, это охотникам на вампиров. Суббота – день борьбы с нечистью. А также радость для детей Швеции. В этот день им разрешают наедаться сладким. В последний день недели рождается меньше всего детей. Но, как ни странно, в воскресенье – день отцов. Также это лучшее время, чтобы просто выспаться.